Девушки отдыхают Потому как нет ничего лучше для командира, как видеть здорового отдохнувшего и набравшего сил курсанта А все почему? А потому что отдохнувший курсант, товарищ штан, может и горы свернуть, и танк с места сдвинуть Верно, Гончар, только горы нам пока сворачивать ни к чему А вот насчет танка ты в точку попал Будем двигать танки, соединять, так сказать, теорию с практикой Потому как теория без практики, это все равно, что Гончар без Брагина Поэтому во время лагерей вы покажете на реальной технике, чему вы научились за год Будем осваивать вождение боевых машин Отвечаю, Прохор знал и все лето на детской коляске вождение тренировал Молодец, Прохоров, молодец, что не терял квалификацию И нам нужен сегодня результат, ох, как нужен Потому как за вашими действиями, и я надеюсь, удачными действиями, повторяю, удачными действиями Приехал понаблюдать начальник училища И поэтому мы будем рыть землю не только гусеницами, но и носом Смирно! Товарищ майор, личный состав построен для выезда на полигон Командир взвода, капитан Давыдов Вольно Вольно! Сегодня у вас, можно сказать, открытый урок Так что, братцы, надо будет блеснуть Ну, в общем, всем, чем можно блеснуть И я думаю, что вы бы и сами этого хотели, а, кремлевцы? Так, точно! Ну, вот и молодцы Тогда слушай мою команду По машинам! И ты еще совсем зеленый Весна на сердце, каждый день без сна Весна на сердце, каждый день без сна Весь мир живет твоим законам На перегонки с ветром впереди любовь где-то там Потому что у нас все трои главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я иду Потому что у нас все трои главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я Да, Степка, вот год прошел А ты как был курсантик сзади бантик Так и остался Как же это можно было, едучи из отпуска Военный билет забыть Никак, а на комоде Чего ты привязался-то, пень старый Забыл и слава богу А так и Москву проведаем И сына подкормим Ты ешь давай, ешь Да что ты его кормишь Я весь отпуск кормила Степка, а ты не жалеешь, что ты в летчики не пошел? Или, может быть, надо было в подземные войска записаться Чтоб родину как бы изнутри защищать? Бать, пластинку пора сменить Я это говорил год назад И, кстати, ровно на этом же месте Ну да, да А ты ж у нас на целый год умнее теперь стал Да, я теперь на втором курсе Ну да, курс-то у нас растет, да Как это, евро А покупательская способность как была, так и есть Шиш с маслом Я ж про масло забыла, а Ой, Степка, ты кушай, ты его не слушай На втором курсе в два раза лучше питаться надо Питается телефон От зарядного устройства А твой сын пищу просто уничтожает Щеки он уже, из-за спины видны Степка, а что вас в лес притащили? Белок считать, да? Да нет, у нас здесь полевые занятия А, кстати Мне уже пора уходить Мне сейчас на бронетехнику О, на бронетехнику За бронетехнику бабахнуть же надо Как говорится, броня крепка И танки как коня Вот ирод-то, и тут повод нашел, а Опять за старое Почему за старое? За выдержанное Целый год держал Не понял Что ты не понял? Это тебе не кабак, а военное училище Вот сопля зеленая Он мне еще будет указывать, где мне пить Да я тебе сейчас... Что ты мне сейчас? А? Мать, ты видела, да? Ты видела? Он на отца хотел руку поднять О, дожили Вот именно, наконец-то я дожила Есть хоть теперь кому тебе мозги-то вправить Ой, бать Да это... Это минералка На, нюхай О, нашему полку прибыло Мамке помог, значит, колодец немного почистил Вот, забор, который сделали Я его покрасил Вот, поправил немного В общем, все хорошо Крышу только трогать не стал Но, знаете, я подумал На следующих каникулах поедем Баньку сделаем Все как полагается И крышу шифером покроем Как вы смотрите на это? Варнава Какой шифер Тут молодняк привезли Баньку-шманьку Слышь, Гончар, глянь Ни одного армейца, походу Смотри, ни одной зеленой фуры Ну, зато суворовцев много Ну, да, школьников еще больше Гончар, я! А я что-то не понял А на вас что? Стал бняк из-за угла напал, что ли? Никак нет, товарищ капитан Ну, а чего вы тогда остановились-то? А мы не смогли пропустить Прибытие духов в армию Гончар, я думал, что вот твои вот эти Дембельские замашки На первом курсе все остались Да нет, это не замашки Это, знаете что? Это рефлекс армейский Какой рефлекс? Армейский Сами ведь год назад такими были Слышите? А сейчас же самое блатное место С сержантами на КМБ Товарищ капитан, а сержанты на КМБ нужны? Ну, нужны, конечно Только я понять не могу А ты-то здесь при чем? Я тебя отпустить не могу Ты мне здесь на КМН нужен Где? На курсе молодого носильщика Гончар Взяли быстро и понесли! Есть! Значит так, товарищ офицер Перед командованием училища Сейчас стоят две архиважные задачи Я не понял, что за смешки Садитесь Весь Две архиважные задачи Это, конечно, не вы Вы как раз те люди, которые должны Эти задачи решать Итак, первое Полевой выезд должен пройти на пять Лучше на пять с плюсом Плюс он, как говорится, никому еще настроение не портил Второе Поступление первого курса КМБ Также должны пройти без сбоев Майор Губский Я Полевой выезд целиком лежит на вас Есть Ну, а за молодое пополнение нам будет отвечать Майор Дорохин Кстати, вы уже знакомы? Нет, мы в училище проспределились Ну, там, виделись Здесь споетесь Потому что Без сотрудничества тесного Нам здесь никак не обойтись Так как Намбер-ван задача для вас Майор Губский Обеспечить двумя сержантами Квалифицированными Работу с молодежью Только давай нормальных Товарищ подполковник Ну, если вы нормальных-то заберете Как же полевой выезд? А ты б не прибедялся, Артур Вениаминович Судя по твоим сводкам В твоей роте только лучшее Так что от тебя не убудет Если двумя сержантами поделишься, а? Вопросы есть? Никак нет Тогда свободно Разрешите идти? Идите Есть Ну что же Давайте познакомимся ближе Давно пора Дорохин, Валентин Васильевич Губский Артур Вениаминович Только что так официально-то Рожденная скромность Все-таки новенький Главное, Валентин Васильевич Чтобы человек был Хороший А уж новенький он или старенький Это дело пятое А вы у нас, значит По Боевому уставу Да? Специалист Еще и металлист Так что думаю, что смогу Изменить майора Тополя Ну Ну если не на сто процентов Да уж лучше бы не на сто процентов В смысле? Это я к тому, что сержанты будут В лучшем виде Самых-самых подберем А так Еще раз познакомиться Споемся Привет Привет Давно не виделись? Да, еще когда наши мальчишки Сессию сдавали Это еще до отпуска было Марин Мы тебя собственно Чего вызванили? Наши же сейчас в лагерях Ну да, я знаю Мне же Димка звонила Они сотовый купили на всю роту Так что можно теперь напрямую общаться Правда у них теперь головная боль Да? Чтобы в строю не зазвонил Ага Это все понятно Илюшу не рассказывай Мы к тебе по другому вопросу В общем Мы тут с Анжелкой Посоветовались И решили, что Звонки-то звонками Но Ну в общем одним словом Мы решили к нашим На выходных съездить Ты как? Ты как? А У меня сейчас практика Ну у меня практика Ну пара-то дней Можно найти? Ну поехали Поехали Сюрприз устроим Я даже не знаю Может на следующий выходной Марин Ну вот запомни Чем больше планируешь Тем меньше получается Надо действовать решительно Взяли и поехали Че тянуть-то? Просто как-то все неожиданно Ну а где мы там жить будем? Что, палатки посреди поля разобьем? Зачем? Зачем палатки? У них рядом деревня А в деревне всегда жилье можно взять Ну дом там большой Ну на крайний случай Комнату Конечно Ну хорошо Хорошо, допустим мы приехали Сняли там комнату Хотя если честно Я себе это как-то плохо представляю Ну их ты к нам Кто отпустит? Марин, это уже не наши проблемы Захотят увидеть, выберутся Тем более уже второй курс Второй курс? Наша женская задача приехать Занять оборону И ждать в гости Ну Ну поехали Ну Ну поехали Ну поехали Отлично Теперь нас трое, девчонки Да Так что там Вызывали? А, Прохоров Ну проходи, проходи Присаживайся А то все бегом Да бегом после отпуска Не поговори даже некогда Ну как ты там Домой съездил? Ну Нормально все как Жена как Дача ура Да Да Все нормально Доварищ капитал Я Прохоров Собственно говоря Вот тебя по какому Делу вызвал Тут мне родные задачи поставил Поступающие прибыли Так надо, чтобы ты у них Шуликом поработал Ну Помнишь, как он у вас В прошлом году На КМБ парад не справлял Угу Так точно Ну вот Я думаю, что ты Ну а точнее вы С этой задачей справитесь нормально Я-то прикинул кандидатуры И думаю, что ты с Макаровым Лучше всех с этим справитесь Товарищ капитан А может быть Так отставить Никаких может быть Прохоров Кандидатуры Хорошо взвешенные Обдуманные Нет, я конечно Мог бы кому-нибудь другого На эту должность назначить Ну, типа гончара Но ты пойми Молодняку отец-наставник нужен А не Димбель ветеран А ты, кстати, у нас Молодой папаша Знаешь, как С молодняком управляться Ну, где там Памперсы поменять Где нос подтереть Ну, собственно говоря, все Напросы есть Никак нет Выполнение Товарищ капитан А как насчет Крестного? Прохоров Ну, я-то думал, что ты пошутил Товарищ капитан, ну что Кто такими вещами шутит? Я, конечно, отказаться не могу Но и согласиться тоже пока не могу Так что будем считать, что я пока Думаю А ты, Прохоров, должен думать Как воспитывать Молодое поколение Ясно? Ну и свободный момент, конечно О жене и ребенке Я о них каждую секунду думаю Ну, ты молодец Свободен Здравствуйте Вы Анна Прохорова Да А тогда это вам Мне? Вам Ну, мне кажется, это, видимо, какая-то ошибка Что вы, вот ваш адрес, да? Да Значит, никакой ошибки прошу А кто попросил передать? Извините, но по желанию клиента это секрет Всего доброго Возьмите До свидания До свидания Спасибо Ай, кто приходил? А это еще что? Цветы Вижу, что цветы От кого? Ну, как от кого? От Степы, наверное Кто же мне мог еще передать цветы? Ну да, кто же так мог умно деньгами-то распорядиться? Букет, небось, кучу денег стоит, ишь? Бутоны-то какие Да еще почты Из Москвы Деньги девать некуда Лучше бы мешок картошки купил Или подгузники ребенку Мам Ну, зачем ты так? Ну, ведь это не просто букет Это же его чувства Чувства можно и по телефону передать А он это решил сделать таким способом И, между прочим, мне очень приятно Степка Спасибо тебе большое Взвод Смена Товарищ капитан Личный состав к занятиям готов Отсутствует Младший сержант Перепечко Приехали родители Отпущены на КПП с разрешения командира роты Заместитель командира взвода Ширан Прохоров Встать в строй Есть Ничего не вызывает такую радость У командира подразделения Как хорошее настроение И улыбка на лице начальника училища Так вот На сегодняшнем выезде Генерал Романенко улыбался и был доволен Значит, молодцы? Не подвели Надеюсь, что и дальше все пойдет без сбоев Тем более, что на вас смотрят не только отцы командиры Но и подрастающее поколение Так вот Самые лучшие из второго батальона Должны будут поработать наставниками У этого молодого поколения Товарищ капитан, разрешите вопрос Курсант Брагин Я Товарищ капитан, а можно Так сказать По собственному желанию стать Ну, этим Наставником А? По собственному желанию, Брагин Можно уволиться Ну, или жениться И то не всегда Прохоров, Макаров Поступаете в распоряжение майора Дорохина Есть? Есть Кому духов гонять А кому железки забивать Командуй, Прохоров Валер Вот Анют Здравствуй, родная Я? А кто же еще? А Это просто Полевой Экстренный Да Да А, нет Ничего не случилось Просто Просто соскучился Это там Машу не агукает Засыпает Папе привет передает Степа, слушай И хотела тебе сказать большое спасибо За цветы Цветы? Какие цветы? Как какие? Розы Ну, как я люблю Розы? А Ну, да, я знаю, что ты любишь розы А Я дурак Извини Конечно же, с меня причитаются цветы Первый приезд Обязательно Степа, разве это не от тебя? Что не от меня? Ну Ну Ну, в общем Да тут Машенька тебе Привет передает Говорит, что очень по тебе скучает Скажи, я тоже очень скучаю Ой Ладно, Анют Я убежал Мне нельзя долго разговаривать Вечером еще раз звоню Все, целую тебя Очень люблю Очень целую и люблю Давай, пока Теперь я совсем ничего не понимаю Сегодня вот на этой машине Нужно перебрать двигатель И так уж случилось, что это должны сделать мы Причем своими руками Товарищ майор Решите обратиться Слушаю Так для этого же есть батальон обеспечения Батальон обеспечения Это солдаты А вы будущие офицеры Что вы будете требовать от солдат, когда сами видели двигатель только на картинке Тем более, что в бою батальона обеспечения не будет А будут только три вещи Знаете, какие? Двигатель Руки И... Ну, почти угадал, Варнава Только еще голова Которая будет знать, как эти руки к двигателю приложить Так что, Гончар Сегодня, как на первом свидании Все сам, своими руками Нежно и с любовью Итак, товарищи новобранцы А точнее, поступающие Будем знакомы Я сержант Прохоров Это младший сержант Макаров На время поступления А кому повезет И на время курса молодого бойца Мы будем рядом с вами В тяжелые минуты сдачи экзаменов И в счастливые минуты Радости, когда вы эти все экзамены сдадите А если не сдадим? Тогда утрем носовым платком С купо мужскую стезу И этим же платочком Помашем вам у КПП С пожеланиями встретиться в следующем году Но мы все-таки надеемся Что большинство из вас Помашет гражданской жизнью Одев погоны кремлевских курсантов А теперь внимание Сейчас все организованно Двигаем на медкомиссию Предупреждаю Кто хочет поступить Вести себя тихо Болячки наружу не высовывайте Отставить смерть Веселье начнется гораздо позже А пока Направо Товарищ младший сержант Разрешите обратиться? Обращайся А вы тоже суворовец? Ну а ты что думаешь? Я значок для красоты повесил? А я московское закончил А я из Екатеринбурга Кондрашов, Сергей Левое плечо вперед Шагом Марш! А из Твери-то кто-нибудь есть? Я из Твери Левый Раз, два, три Александр Царев Тверской Суворовская Здорово, земляк Ну как там Тверь? Стоит Да ж надо такое, а Единственного отца Минералкой травить И по делам тебе упырил И так последний мозг В бутылке оставил Я все узнал Автобус будет через 10 минут Прямо до вокзала Если автобус скоро Тогда становись в Березе Зачем? Расстреливать тебя буду Ни одной фотографии нет Где ты в курсантской форме Вот я у соседей взял Наш что-то барахли Давай, изобрази Пап, у меня времени нету, а? Мне не так, как на вас Уже сейчас Тришку раздерет с меня Цыц, я сказал Без фотки с тебя не слезу А ну-ка Изобрази Так, перестань Ты не этот, не зайчик Под елочкой на Новый год Ты должен быть военный Огромный, здоровенный Сделай рожу кирпичом Давай Да, кирпич, конечно С тебя не очень Ай, господи На, мать, меня еще с ним Ой, да ну вас Я еще не туда нажму Не дай бог сломаю Сами давайте Дырын, да? В трех кнопках боится Запутаться Это у них фамильное Это у них даже грабли компьютер Ладно Я сам вот так сейчас Что такое? Стоп, стоп, стоп Что-то не фурычат Не фурычат что-то А может быть это Ну, карта заполнилась? Пиковый туз Карта А тут флешка Вот село, а Ладно Я пойду У меня и так уже Опоздал на все, что угодно Все, пока Сынок Сынок, пирожки Все Сейчас, сейчас, сейчас Да Так Бать А? Сынок-то наш пирожки взял Совсем взрослый стал Да, 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 да Обнаглел, что характерно Вот соседи подсунули, а Здесь же на английском Де Делит Ладно, пусть делит Окей О, э А куда все фотки делись? О, дощелкался Пенек-то старый Твою ж дивизию, а Матвеев, все такое же Кантемиров жив-здоров А Василюк? Василюк Василюк перевелся Куда перевелся? Не знаю, ну, в Москву, по-моему Макар, пойдем, нас к тебе полярник вызывают Ага Влад, старичок, в общем, медкомиссию пройдешь, а дальше не заморачивайся Все будет путем Я вечером подойду Пацаны, разбирай боекомплекты Заряжайся Слушай, как тебя вовремя на бронетехнику с пирожками занесло, Перепечка Вовремя канавалов отошел Спасибо Степа, маме передавай Очень вкусно Да, да Огромное спасибо Знаешь, размером с колесо на БТР А то есть два Так, я не понял Кто дал команду на перерыв? Перепечка Я А вам напоминаю, что по прибытии курсант обязан доложить преподавателю Или вас на втором курсе этому еще не научили Виноват, товарищ мэр Конечно, виноват, на целых полчаса виноват Значит так, варнава гончар со мной на двигатель Есть Остальные работаем на технике Перепечка Я Вам, как опоздавшему, персональное задание Борт номер 134, видите? Так точно На практике изучите комплектацию и устройство десантного отсека Заодно и наведете там порядок Так у нас занятие на технике Перепечка А чем тебе БМП не техника, а уборка не работа? Вопросы есть? Никак нет Вопросов нет Гончар варнава На двигатель Остальные по учебным местам Есть Есть Степка Степа Степа Это я Бой, ты что с ума сошел, а? Тихо, тихо Вы же уехали Да Уехали, да не уехали У нас ЧП Хуже атомной войны Что за ЧП? Фотки Титю Ну, мать твоя Курица такая Накаркала Я их Немножко Ну, короче Надо еще раз сфотографировать Да ты что, с ума сошел Из шпарг пашин Сюда посторонним нельзя Как ты сюда вообще попал? Как, как? Как им сверху? Что я, дырку что ли в заборе не найду? Пап, уходи Ты же меня подставляешь Да ладно Сейчас уже Разбежался А соседям я что скажу? Когда спросят Где фотографии со Степкой? У вас тут пейзаж Охренеть Смотри Танки БМП Давай Бать, а вдруг засекут? Да не батькой ты Что ты у меня пугливый Как Восьмиклассница на дискотеке Смотри О, его Засекли Все, я тут как папарац Все, нафоткаться А теперь иди Подожди, подожди Знаешь что? Давай меня Вот на фоне гусеница еще Сфотографируй А нет Лучше давай в танки Смотри Давай Бать, с ума сошел? Вылазь быстро отсюда Да Не трактор, конечно Тесновато Слушай, а как вы отсюда Из этого люка сигаете, а? Как и этот С маслом под давление Печка Печь Пойдем Там сейчас Коновалов будет На 531-м Двигатель звонить Пойдем Да нет, ты иди, Гончар Какой иди? Ты что, Печка, издеваешься, что ли? Там Коновалов один тебя только ждет Для него же это целая церемония Как ты не понимаешь? Инаугурация президента Просто отдыхает Пойдем Гончар Пойдем Да пойдем Степа Степа Ты надолго Отлучился Степа Что, Макс? Молодняк на кормежку вывел? Ну да На сетке работает Следую, чтобы каждому червячок достался Никто из птичков Домой Голодный мешок Да вот Ну а вот так Да вот так Коновалов нас всех умотал просто Движок на БТР ставили Полчаса, руки тер, тер, тер Все равно фиг отмылись Так, ну а где Печка? Голодовки, что ли, где? Да не знаю Ну и столовую Он обратно в парк понес К нему, как предки приедут Он каким-то странным становится А зачем он тебе? Слушай, вот у нас семняк появился Из кадетки Прикинь? Тут же Тверской заканчивался Царев Давай сюда Падай Знакомься Это Илюха Скаму Заканчивал тоже Наши тверства Здорово Как там Твери поживает? Ничего, стоит Слушай, ты что-то с вопросом даешь? Ну я-то спрашивал Получится она Как там Твери? Дай что-нибудь по оригиналу А перейдил все-таки Ну ладно, ну давай Как там? Кантемиров Рассказывай, как Матвеев Кадет выгоняет? А это я спрашивал Спустя Две минуты, правильно? После тебя Приедешь? Ну что смотришь? Давай Двигай дальше по спуску Товарищ майор Разрешите? Слушаю Товарищ майор А тут 134-я стояла А где она? Ушла на обкатку ходовой А что такое? Товарищ майор А вы там ничего не находили? А что ты там потерял? Ремень Какой ремень? Перепечка Он на тебе А это А это не мой Товарищ майор А можно как-нибудь По рации связаться Со 134-й? Перепечка Без мыла В душу влезешь Ладно Дуй на КПП Может быть догонишь Она только что ушла Спасибо Товарищ майор Смотри Бежит Бегемот в мундире Степка Я думал Ты уже забыл Про отца А думал Все мне кирдык Ой да стой Ты пень усатый Не дергайся Будешь знать Как на ходу Из танка сигать Ну знаешь Бать Ну ты Степка Я хоть и брюки потерял Зато знаю теперь Как вы из танков Этих прыгаете Смотри Какие фотки Нащелкал Смотри Ага Э А ты что сейчас сделал Это ты что Ты что Все стер что ли Хватит Это секретная информация А тебя хочу предупредить Еще один такой выход Я Тебя на пушечную выстрел Не подпущу к училищу Ясно Автопород вообще выброшу Мать ты видала Это вот это ты видала Так перепечка А ты как здесь Материализовался Товарищ капитан А это знаете что Я полдня за ним бегаю Чтоб сфотографировать А он видите Это мурло взяло И все Все стерло На втором курсе А у нас ни одной фотографии В доме нет Чтоб соседям там показать Этот Видите ли ему Некогда С родителями С папой С мамой В форме сфотографироваться Это правда перепечка Так А ну-ка быстро сейчас В темпе вальса В расположение Быстро переоделся В парадную форму И чтобы я тебя наблюдал Здесь через три минуты На КПП А ясно Товарищ капитан Да я Так перепечка Ты уже на втором курсе учишься А у родителей Нет ни одной фотографии С курсантом Быстро выполнять Есть Спасибо Товарищ капитан Здравия желаю Ага Сейчас мать Он пробежит в парадке Сейчас будем фоткаться Василюк ушел Нифига себе Вот о печке новостей Я цыплю И старее нас тут трое А было четверо Леха Сырников Перевелся в Рязанское десантое Слушай, Макар Надо будет узнать Куда это Василюка Нелегко дёрнуло Да узнаем Не проблема А если помощь нужна Поможем Мы своих не бросаем Как там Литкомиссия Прошел? Не успел Нас на обед дёрнули Главное теперь Свою очередь не пропустить И сестер расхватают всех А вот так на медкомиссии Делать не советую Как так? Шутить не советую Потому что можно пошутить И пролететь в милую училищ В общем В санчасти будет женщина Майор Мамина Женщина красивая Она может пошутить так Что чемодан распаковывать не придётся Травмы были? Сольки сердечные Ну похоже, что не только С юмором у вас проблем нет А вот с некоторыми врачами У хирурга есть претензии Позвоночник кривова для офицера Некоторые анализы не в порядке Ну и со зрением Так что, сухоблин Не годит Только запомни, суворовец В жизни всегда есть место подвигу Но не всегда есть место Шутки Молодец Мушать Есть Я не понял А почему шутить нельзя? Потому что в жизни Всегда есть место подвигу Но не всегда есть место шутки Красиво сказал Всё равно не понял Но спасибо за подсказку Да не за что В общем, ладно Если будут какие-то проблемы Ты свести Кадеты своих не бросают Нормальный пацан? Думаешь? Тоже из твоей кадетки? Мне говорят В Лифурте ещё один есть из наших Так что из Твери уже целая бригада получается Сказали, если будут вопросы Всё решается Так что, пацаны Жить можно Чуваку повезло А из нашего московского Хоть бы один попался Блин, от таких бы земляков и не отказался Прорвёмся Смотри, мать О, Стёпка-то у нас Какой молодец вымахал, а? Молодец на холодец Вот кто молодец Так это капитан Он, видишь, наставил Стёпку в парадку переодеться Соседи обзавидуются просто За это надо бабахнуть Минералки Минералки Не буду ж я при орденах выпивать, правильно? Дома выпью Ничего, моё не убудет У меня сейчас только одна мечта Красильников Нет, душ А уже потом Димка Ну что, девушки, знакомые с селом Куда теперь? Здравствуйте! И вам здорово Ты чё, вы знаешь? Оль, ну в деревнях обычай такой Все со всеми всегда здороваются Даже если не знают Постаруйтесь Здравствуйте! 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 Простите, мужчина А вы нам не подскажете У вас в селе есть какой-нибудь домик Который можно снять? А вы чё? На практику приехали? Да Ну да! Ну, вроде того Кино у вас будем снимать? Да! Кино? И про что кино? Российское хозяйство Так есть дом или нет? Да есть Есть А вам на сколько? Я даже не знаю Нам, наверное, дня натри Натри Пятьсот рублей устроит? Устроит? Да Устроит Тогда пошли Пошли Я даже не думала, что всё будет так просто Пожалуйста Пятьсот рублей устроит Пятьсот рублей устроит Пятьсот рублей устроит Дай, думаю, узнаю Как вы там растёте? Да, слава Богу, хорошо А вы? Ну, так потихоньку А ты чего одна? Прохоров дома тарелки моет? Ну, во-первых, Игорь, я не одна, а с Машенькой А во-вторых, у Степана помимо домашних забот Ещё и учёба Так что он сейчас в училище? То есть он так учёбу и не забросил Жена, ребёнок дома, а он где-то там А что тебя смущает? Ну, мне кажется, отец должен быть с семьёй Знаешь, Игорь, давай мы сами как-нибудь разберёмся Кто где должен быть, хорошо? Прости А вы куда шли? Мы в аптеку, да? Ты не поверишь, но я тоже ехал в аптеку Вот тебя увидел Может, я с вами пройдусь? Ты не против? Мне всё равно Аккуратнее Да там лес, природа, речка рядом Всё красиво Фух, жена свежим воздухом подышит Ребёнок отдохнёт Смотри, Машенька уснула Ну? Кажется, мы её убаюкали с вами разговорами Слушай, бы стоишь пару минут с коляской Я пока в аптеку забегу Давай я лучше забегу А то как-то, знаешь, глупо будет смотреться Я тут с коляской стою Жена на даче с ребёнком Боишься? Да нет, ничего не боюсь Ну, просто зачем лишние сплетни, лишние эти разговоры? Давай, спись Так Ага, ага Сейчас, я быстро А собаки нет? Вроде нет Да вы заходите, заходите Вон там у нас петрушка Вон там капуста А это груша? Ага, груша Ну как? Это же яблоня Да? Ну, может, яблоня А яблоки можно есть? Можно, можно Только осторожно А вот там что у вас, редиска? Что? Редиска? А, может, редиска А может и щавель Ну вот, прошу, барышня Ваши хоромы Спасибо Ну вот, располагайтесь, живите Спасибо Только деньги на бочку Будьте любезны, а? Конечно Вот А как вас потом найти можно? А на кой? Ну, ключ отдать А, ну, так вы их это Потом обратно положите А Ага Хорошо Скажите, а где у вас тут? Хм, шустрый Да уж Ну что, девчонки А мне здесь нравится Ой, красота-то какая Посмотрите А воздух-то какой Что для счастья еще нужно, правда? А вот насчет того, что еще нужно Может, мы уже нашим мальчикам позвоним? Точно Так, девчонки Сюрприз начинается Сейчас наши мальчики попадут в обморок Прямо посреди плаца Ха-ха-ха Механическое усилие Через фрикционное Сухое Двухдисковое сцепление С гидравлическим приводом Поступает на пятиступенчатую Трехходовую коробку передач Вторая, третья, четвертая, пятая передачи Оснащены синхронизаторами Товарищ мэр, разрешите? Спрашивай, Сухомлин Да нет, я не спросить Разрешите выйти? А подождать нельзя? Три минуты до окончания занятия осталось Да тут, понимаете, тут от меня мало что зависит Организм Ну, если организм, беги Крутящий момент С коробки передач Через промежуточный карданный вал Передается на раздаточную коробку Ну, на этом остановимся Занятие окончено Верно? Вольно? Вольно Сухомлин Ну, при том, что, при том, что она тоже приехала и ждет тебя сегодня Правда? Да Ура! Ну вот, принимай товары Все по списку Держи Что-то ты многовато накупил Нормально, нормально Еще даже сдача осталась У них там акции Подожди, а почему ты две пачки подгузников купил? Там же была написана одна Я же тебе говорю Одну купил, а вторую по акции дали А это что такое? Это тоже по акции? Нет, это от меня личный подарок Ну, я твоего ребенка сегодня первый раз увидел Поэтому решил, в общем, что-то купить Очень полезная штука Называется «Не проливайка» Как ни крути, она не проливается Держи Спасибо Я смотрю, ты во всем этом хорошо разбираешься Ну, так что делать? Ты сейчас домой? Да, мне через полчаса Машинку надо будет кормить Ясно, может, запишешь мой номер Зачем? Ну, как-то у меня есть твой номер, а у тебя моего нет А откуда у тебя мой номер? Ты сейчас спроси, откуда я знаю, где ты живешь Мама твоя, Лариса Алексеевна, еще не так давно считала меня своим зятем А после того, как ты меня бросил, она тебя еще знаешь, как называла? Аня, хотел тебе сказать, что ты... Ты очень по-хорошему Ой, ты всех не начинаешь Алло А ты реально записал мой номер Игорь, что тебе от меня нужно? Да нет, ничего, просто хотел знать, тебе цветы понравились? Я помню, ты роза любил Пару часов выждем и покатим Так ведь самоход получается Ну, а как ты хотел? Да никак я не хотел А если спалимся? Ну, а какие варианты, Красс? Ну, давай девчонок к нам пригласим, перекинем их через забор и будем прятать в расположении По-моему, отличный вариант А вдруг койка ошибутся, а? Браг, а ты не хочешь носом к стенке повернуться? Ну, ладно, ладно Анячка Анжелку хочешь видеть? Хочу, но и... Что, но? Не пойдешь, что ли? С тобой пойду Угу Сухой у нас большой спец по самоходам и самовлетам Брага, чья бы корова Красс Если не сегодня, потом вообще не получится Девчонки ради нас хрен знает откуда перлись, а мы... Да я понимаю Не, ну если хочешь, мы, конечно, тебе, маленький привет передадим Но на больше ты не рассчитывай Мы с вами будем заняты Ну, ладно, змеи-искуситель Самоход так самоход Вот, отлично Ну, надо же когда-то начинать Да не дрейфть, как раз Это только первый раз больно А потом как по маслу пойдет Ха-ха-ха-ха Девчонки, я только что в погребе была, там столько всего Анжелка, а ты уверена, что это можно брать? Нет, ну, мужик же нам по этому поводу ничего не сказал Раз промолчал, значит, можно Ха-ха-ха Ты знаешь, тем более, мы же одну только баночку приговорим Ну, там еще много Да ладно, это сейчас не так важно Когда наши-то петут? Ну, я думаю, мы же должны Наверное, где-то на подходе Ха-ха-ха Уже третьи петухи прокричали Это, получается, в два часа ночи Красс Петухи в деревне кукарекают И в три, и в два А если мы этот дом не найдем То и сами тут всю ночь кукарекать будем Блин, даже спросить не у кого Может, он тот, а? Красс Блесни своим серым веществом Тьфу ты Парни, да все просто Вы посмотрите, вокруг В селе окна только в этом доме горят Значит, нам туда Элементарно, Ватсон Ха-ха, в натуре Да Разрешите войти, товарищ майор Разрешаю, товарищ майор Только что уж Так опять официально-то, а, Валентин Васильевич? Ну, почему же? Можно и неофициально О, дело хорошее, не поверишь Сам хотел сегодня к тебе зайти Так сказать Как это? Как говорится, тяпнем за знакомство Так Коротко о себе И понеслось Все очень просто Холостой, неженатый Живу в Москве Так атрапортовал, как будто с девушкой знакомишься Ну, для первого раза Нормально Тогда и я Коротко О себе Холостой Уже неженатый Живу тоже в Москве Ну что, за дружбу? За дружбу Прекрасно У нас хорошему человеку всегда рады Признавайся, это была твоя идея по поводу приезда? Ты только догадался? Я об этом догадался, когда у меня на бронетехнике телефон звонил Очень удобный момент и очень удобный месяц Ну, я надеюсь, сейчас это жила поцелуй? Не один Да? Да Жила, как вы доехали, а? Нормально? Да, хорошо, доехали Мы даже дом нашли сразу, сразу Слушай, Базман, а что ты не танцуешь? Хороший отиживатель Анжелик, давай вытаскивай потанцевать Стёп, чего мы действительно не танцуем? Пойдём? Пойдём Что-то как раз с Маринкой пошли за водой и пропали Да Может нам тоже за водой сходить? Как хорошо, что ты приехала Тут так красиво Стоило приехать хотя бы ради этого Что? Ну, я шучу Ну, конечно, я приехала только ради тебя Ты знаешь, как называется самая яркая звезда? С ума сойти Мне не парень достался, а просто ходячая энциклопедия Ну, откуда же я знаю, как называется полярная звезда? А между прочим, до той звезды Дождь идёт Тебе холодно? Нет Как же мне может быть в поле, если ты рядом? Ну, так что? Как начнёт сходить за водой? Ну, не знаю, что переписки подумают Ой, давай он тебе, переписки-ка мне до нас Ботсман, мы на экскурсии подумаем Да-ха, давайте Анжела, ко мне родители приезжали Да, и тебе большой привет передавали А, спасибо, передай Батя такой он учудил Мы сидим на лавочке, и тут он говорит Слушай Так Не поняла Это что такое, а? Вы кто такие? А вы кто такая? Я? Я хозяйка этого дома А вы кто? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин